Переименовать или оставить? На портале Иванова РФ запущено голосование. Жительница города Наталья Сироткина предложила дать новые названия Ивановским концертным площадкам. По мнению инициатора опроса, аббревиатуры многих учреждений мало о чем говорят. От одного из жителей, которого интересуют очень наши учреждения, как бы их переименовать, и в ближайшую территорию переименовать, поступила такая заявочка, мы ее разместили у себя на портале, она сейчас одна из первых у нас, смотрим результаты голосов и будем дальше уже рекомендовать. Они не носят обязательный характер, а рекомендательный. После того, когда инициатива проходит и проходит определенное количество голосов, мы направляем на Владимира Николаевича с просьбой рассмотреть по возможности структурному подразделению, которому отлежит тайная или иная сфера деятельности. Не секрет, что вместо аббревиатур тех или иных учреждений культуры можно часто услышать старые названия, например, бывший дворец текстильщиков, бывший декад железнодорожников. В последнем случае официальное название «Ивановский областной координационно-методический центр культуры и творчества», а сокращенно ОКМЦКТ, не прижилось вовсе. Мне бы как руководителю не хотелось. Как жителю города, да, здесь, конечно, есть определенные проблемы. Мы до сих пор пишем в скобочках ДК железнодорожников, потому что никто не понимает, что такое ОКМЦКТ, к сожалению. Вот если бы была задача переименовать, то мы бы, наверное, переименовались по своему функционалу. Все-таки функционал у нас основной – это Дом народного творчества. И все наши попытки внедрить в сознание ивановцев ОКМЦКТ, вот эту аббревиатуру, вплоть до того, что сочиняли стихотворения и там частушки на эту тему, например, такого вида, как «Проснулась утром бодро и крутишь фоэте, иди тропой торном в ОКМЦКТ». У нас есть такой стихотворец, да, Дмитрий Лапшов, который нам такие частушки тоже сочинил достаточно много. Все равно это все, конечно, ну такие, как бы, небольшие полумеры. Любое переименование повлечет сложности с переоформлением документов. Но страшить должно не это, а уместность этой самой смены названия. Мое личное мнение, да, вызовет, мне кажется, новое название вызовет еще больше путаницу. Если уж, будем говорить, называть как-то по-другому, да, или искать какие-то варианты, то, наверное, это вернуться к самому историческому названию, там, дворец текстильщиков, ну и, как бы, кнутся в историю. Но, опять-таки, здесь мы занимаемся, там, разными творческими направлениями, да, и соответствующее название «Центр культуры и отдыха», мне кажется, оно полностью себя оправдывает. Высказать свое мнение можете и вы. Голосование на портале Иваново.РФ продлиться до начала января. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.